Роги, что в коробке? Ну чё ты на неё залез? Я тебе говорю, понюхай, чё ты залез? Понюхай, чё ты? Иди давай, чё? Слезай. Понюхай, что в коробке? Чё тут? Ты баран. Баран. И я не знаю, что в коробке. Здорово. Почему я не знаю, что в коробке? Потому что мне должны сейчас прийти три гитары. Две из них не мои. Я надеюсь, что это моя. Потому что моя круче, чем и остальные. Но темы тоже, если чё, может быть. А может и не откроем. Мы уже их видели много миллионов раз. Верх ногами. Короче, наклейку повесили и так вот. А она сама вверх ногами. Вот. Кстати, такой совет. Когда вы что-то отправляете, посмотрите, чтобы они приклеили эту наклейку. Не после того, как вы уйдёте, а при вас. Потому что вот приклеили. Вот так наклейка стояла. Вот так. То есть, гитара должна ехать. Вот она и ехала. На голове. Неделю на голове она ехала. Какой-то стрёмный кейс. Это не кейс, который я ожидал. Но это моя. А не, всё. Всё нормально. Кейс. Просто кейс не самый топовый. Кто отгадает, что здесь? Ну, понятно, что майонез. Ну, какой? Если отгадали, пишите в комментариях. И ставьте лайки. Что-то в последнее время вы мне лайки как-то не сильно ставите. Я думаю, скорее всего, потому что видео сильно часто. Я каждый день, каждый день, вот это почти две недели, как видео делаю. Думаю, наверное, растянуть, может быть, две в неделю, одну в неделю. Посмотрим. Короче, посмотрим. Давайте сейчас глянем. О! Красавец. Есть, правда, в этом самом, в целлофане. Мы сейчас его поближе с вами посмотрим. Вон он какой. Хотя кейс с виду немного, конечно, постремнее, чем тот второй кейс, в котором был Duel. Но тоже всё нормально. Тут, понятно, никаких бумажек нет, потому что это не кастом-шар. Давайте я сейчас достану, и мы с вами посмотрим. Струны здесь расслаблены полностью. Это майонез Сетиус. То есть, у майонеза мы знаем уже с вами, что есть Duel. Duel есть Elite, то есть, более высокая категория. Есть Regius. Regius – это сквозные. Duel не сквозные, он на шести болтах. А Сетиус на четырёх болтах, то есть классическая. Это такая самая большая, как классическая гитара. Тяжелее немного Duel этот Сетиус. И здесь видно сразу, что идёт классическая такая весовая категория. То есть, махагон, толстый, толстый клён, волнистый. Ещё и какой-то он подчернённый. Короче, почему мне эта гитара понравилась, почему я согласился на эту гитару. Хотя Сетиусы, они мне не сразу как-то зашли. Некоторые я видел более-менее интересные, а некоторые не сильно интересные. Это потому, что у них такие топы какие-то не такие. Форма у них тоже, ну, понятно, не самая металличная. У меня был Полурид Смит, который был тоже такого золото-чёрного цвета, как вот это древние племена майя. У них ножи были из этой вулканической такой породы. Забыл, как она называется. Сейчас её сюда притулю. Так вот, эта гитара напоминает мне чем-то. Тоже такой вот, правда, ну, конечно, качество не Полурид Смит. А так, ну, струны надо здесь, конечно, подтянуть. Стоят тут Bare Knuckles. От неё травой, марихуаной какой-то. Стоят здесь Bare Knuckles. Стоят четыре болта, то есть она на четырёх болтах. Почистить бы её, конечно, не мешало. Всё хорошо. Колки закрывающиеся, непонятные. Скорее всего, готов. Как я говорил, на Сейтусах уже не будет железной вкладки, как на Дюэлах. Но голова такая же, как и Дека. То есть Мячина это уже хорошо. Стоит здесь, ну, просто красивый. Мне кажется, тёмный, красивый. Палисандр на накладке. То есть есть палисандр, и мы к этой гитаре сейчас вернёмся, который посветлее. Он выглядит, как вот палисандр там на не самых дорогих ибонезах, а то и вообще на сквайрах. А этот вот прям как, ну, чуть ли не на, как на PRS-ах там, я знаю, есть. Ну, там, понятно, там бразильский палисандр. Ну, такой вот он тёмный. Как на Кирки Хаммед я вот такой вот похожий. Не знаю, какие здесь Bare Knuckles звукосниматели. На одном стоит крышка. Крышка, как на этом, Battle Worn. То есть побитая в битве крышка. Понятно, как и на всех майонезах. Я не показал, кстати, на Duel, но здесь есть отсечка для катушек. Здесь нет машинки. Здесь, как и на той гитаре, нет машинки. Но здесь стоит просто бридж, как на эпифонах. То есть не как на гибсонах, а вот такой, как я говорил, который мне, кстати, нравится больше, чем на гибсонах, под отвертку. То есть его отвертка можно вверх-вниз поднимать. Но не стоит такой же, более дорогой, понятно, как на Duel. То есть это, ну, нельзя её называть бюджетной версией майонеза, потому что это не бюджетные гитары. Даже на бэушном эти гитары под две, а то и выше. Это, кстати, гитара из более таких дорогой серии Setius, потому что здесь есть красивый топ, matching headstock, гитара потяжелее. Но почему я хотел сказать? Она мне напомнила мою, может быть, как-то головой или как. Но это европейская немецкая, это европейская польская гитара. Форма практически, как бы так сказать, одинаковая. Здесь стоит палисандровая накладка, здесь стоит палисандровая накладка. Здесь нет топа, чисто, чисто махагон и клёновый гриф с палисандровой накладкой. Здесь, понятно, ну, махагоновый гриф, по-моему. Скорее всего, махагоновый, если это не какой-то интересный палисандр. Ну, сравнивая с палисандровой накладкой, которая стоит на нём, то тут понятно. Я сейчас вам это всё пофотографирую. Тут разница очевидна. Эту гитару, на ней нужно менять струны. Струны ржавые, как всегда. Или, может, даже и нет. Ну, посмотрим. Сейчас, может, я настрой с этими струнами. Болты все покрыты уже чуть-чуть таким налётом ржавчины. Почему? Гитара была во Флориде. Скорее всего, она влажность большая и так далее. Она даже Флоридой, как бы так сказать, воняет. Какими-то аллигаторами, я не знаю. Вот. Мне нравится здесь, также на майонезах, мне нравится, когда фурнитура у неё такой вот, есть ансамбль. То есть, здесь кромовые ручки, кромовый бридж, кромовые вот эти кольца вокруг звукоснимателей, или кромовые, хромовые, кромовые колки. Короче, всё хорошо. Но мне нравится топ. Топ здесь, конечно, бомба. Мне хочется эту гитару попробовать, как она звучит. Вот что-то, мне кажется, будет, ну, ближе к такому, Ласполовскому. Что-то здесь старались, может быть, сделать. Ну, точно, я не знаю. Я её буду в низком строе ставить. Вот, даже здесь видно, что есть какая-то ржавчина, или непонятно, что здесь есть на болтах. Не ржавчина, а какая-то окись. Флорида, короче, Флорида. Короче, что-то я тут подкрутил на старых струнах, на ржавых. Ну, они не сильно ржавые тут, вот, местами. Ну, видно, что вот эта влажность, там, это Флорида. Сейчас посмотрим, я ещё не пробовал. Я там настроил, как настроил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас немного, немного мясца и это самое. Ну, тут её надо, это распаковка. Субтитры сделал DimaTorzok Третья струна растёт, она самая ржавая, она и расстраивается. Звучит вроде, вроде ничего звучит. Мне так, мне даже нравится, она так вот. Есть тут вот, как я и думал, что-то гибсоновское такое. Это махагон и толстый, толстый, серьёзно толстый кусок клёна. Короче, вот. Здесь струны обязательно менять, что-то они какие-то даже липкие, непонятно. Но это распаковка, это видео распаковки. Мы с вами эту гитару сравним, мы её сравним ещё с этой гитарой, потому что это часть, так сказать, европейского гитаростроения. Мне эта гитара нравится, но у неё есть свои такие вот особые нюансы, которые нужно понять. Сравним её с этой гитарой. И вообще, у меня следующее видео будет, как бы, больше уже, наверное, о европейском гитаростроении, бутиковом там и так далее. И мы посмотрим на майонезы, может быть, сравним эти майонезы, посмотрим, чем отличается дюэл от сетиуса. Но вот сейчас у меня есть две модели этих хороших гитар. Тут вот вообще болт ржавый такой. И там что-то... Короче, да, надо мне ещё её разобрать. Я её, короче, разберу на запчасти и посмотрю. Гитара мне досталась очень удачно, очень хорошо, мне кажется. Поэтому я рад. И я догадывался, что будет, ну, не самая, понятно, новая гитара. Но для такой гитары, я думаю, её можно привести в нормальный вид, даже в отличный вид. И она, скорее всего, будет очень хорошей гитарой. Даже вот на ржавых крокодилами, покусанными струнами и струнах, я уже чувствую, что здесь есть, есть чему порадоваться. Ну, а вы пока ставьте лайки. Пожалуйста, не забывайте. Лайки, они... Они не имеют никакого отношения, там, не к монетаризации и так далее. Вы просто помогаете, может быть, видео выбиться куда-нибудь и так далее. Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. На канале гитарной истории только интересные гитары. До встречи, пока. Продолжение следует...